Многие люди храпят. Откуда берется храп? Во время сна стенки глотки расслабляются, точно так же, как и все мышцы человеческого тела после засыпания. У некоторых людей сниженный тонус мышц приводит к тому, что стенки верхних дыхательных путей начинают интенсивно вибрировать в воздушном потоке, приблизительно по аналогии с тем, как полощется флаг или парус в порывах ветра. Если там мы слышим некий хлопающий звук, то применительно к стенкам глотки возникают ночные рулады, которые мы воспринимаем как звук храпа. Сам по себе храп не является болезнью. Да, это может быть проблема, это может быть звук, который сильно мешает окружающим, но в данном случае это не болезнь, это некая звукокосметическая проблема, которая может быть некой аналогией родинки на щеке. Кому-то все равно, кто-то вообще считает это пикантным, а кто-то переживает и идет к косметологу, чтобы эту родинку удалить. Но у некоторых храпунов колебания стенок глотки столь велико, что они практически полностью или иногда даже полностью смыкаются, создавая значимое или полное препятствие потоку воздуха. Это так называемые гипопноя и апноя. А так как возникают они в результате спадения стенок глотки, то эти эпизоды носят название абструктивных. Абструктивные апноя и абструктивные гипопноя. И вот это уже болезнь. Болезнь остановок дыхания или, говоря медицинским языком, синдром абструктивного апноя сна. Что же происходит дальше? Воздух не попадает в легкие. При этом дыхательные попытки сохраняются. Человек изо всех сил пытается преодолеть возникшие препятствия на уровне глотки, но это не приводит ни к чему полезному, потому как она закрыта. Как же открыть глотку? Единственный способ — это повысить мышечный тонус. А для этого надо проснуться. И поэтому в мозг поступает сигнал не спать, дышать. Человек пробуждается. Но это не полное традиционно поведенческое пробуждение. Человек этого не помнит, он переходит в дремоту на несколько секунд. И хотя это не сохраняется в памяти, этих считанных секунд полудрем и полубодрствования обычно бывает достаточно для того, чтобы тонус мышц повысился, глотка открылась, человек начал дышать. Насыщение крови кислородом восстанавливается, человек опять начинает погружаться в сон, начинает храпеть, и цикл повторяется вновь и вновь. Что в итоге происходит? Первое последствие — это грубое нарушение структуры сна. В норме сон — это плавно перетекающее из одной стадии фазы в другую состояние, которое способствует переработке накопленной за день информации и отдыху. Если же у пациента сапноя этот сон регулярно, а иногда это бывает раз в минуту, прерывается вот этим микропробуждением, направленным на восстановление дыхания, то сон становится неглубоким, рваным и поверхностным. Практически полностью выпадают его глубокие фазы, которые и нужны для выполнения физиологической восстановительной функции. Несмотря на то, что многие пациенты сапноя сна считают, что они спят хорошо, утром они часто просыпаются разбитые и не отдохнувшие, независимо от того, сколько времени провели перед этим в постели. А днем им хочется спать. Иногда это просто ощущение не очень понятной усталости и разбитости. Иногда же это явная сонливость, когда человек засыпает при коротком отдыхе после чаепития на работе или вообще начинает клевать носом за компьютером или, что еще хуже, за рулем автомобиля. Храп и сонливость — это два основных симптома и две основные жалобы, которые предъявляют пациенты с выраженным апноэ сна. Но бывают и другие проблемы со здоровьем, которые могут обращать на себя внимание и стать исходной точкой для постановки этого диагноза. Одной из типичных жалоб пациента с тяжелой формой апноэ сна являются частые ночные прогулки в туалет. Пациенты иногда годами наблюдаются у урологов по поводу некой аденомопредстательной железы. Конечно же, мужчина лет пятидесяти часто ночью идет в туалет, потому что у него учащенное мочеиспускание. Он принимает вроде бы правильное лечение, а оно ему не помогает. Проблема лежит совершенно в другой области. Дело в том, что остановки дыхания, сопутствующие кислородное голодание и спазм сосудов вызывают значительную перегрузку сердечно-сосудистой системы. Организм пытается защититься, но единственный способ, которым он может уменьшить нагрузку на сердце — это постараться уменьшить количество жидкости, которое сердце перекачивает. В результате активируется каскад механизмов, которые приводят к избыточной выработке мочи и учащенному ночному мочеиспусканию. С одной стороны, не помогают назначенные урологам лекарства, с другой стороны, это полностью проходит после того, как у человека устранили ночные нарушения дыхания. Нередко диагноз можно поставить с достаточно большой толикой вероятности даже на основании описания этой жалобы. У пациента с аденомой предстательной железы мочеиспускание не просто учащенное, оно скудное, затрудненное, иногда болезненное. Пациент с апноэ расскажет про мочеиспускание обильное, свободное и никак иначе. Еще одна проблема, с которой нередко сталкиваются нелеченные апноэки — это ночная гипертония. Вообще, гипертония очень часто сопутствует апноэ сна. Американскими кардиологами абструктивное апноэ сна признана одной из самых частых причин симптоматической артериальной гипертонии, когда повышение артериального давления связано не с гипертонической болезнью, а является вторичным относительно какого-то заболевания. Одной из характерных особенностей такой гипертонии является ее ночной характер. Дело в том, что у пациента с обычной гипертонической болезнью давление, даже если повышено, в течение всех суток, во время сна оно оказывается несколько ниже. Напротив, у пациентов сапное сна после засыпания адреналиновая буря и сосудистый спазм способствуют тому, что артериальное давление во время сна начинает повышаться. И даже несмотря на то, что такие люди иногда принимают большие дозы гипотензивных препаратов на ночь, нередко цифры артериального давления после пробуждения у них оказываются повышенными. И без лечения апноэ иной раз сделать ничего не удается. Еще один момент. Я достаточно часто вижу пациентов, которых направляют ко мне аритмологи. При суточном мониторировании артериального давления во время сна у них находят короткие сердечные паузы, эпизоды остановки сердца. Да, иногда это бывает прямым следствием болезни сердца, и тогда такому пациенту надо ставить кардиостимулятор. Но еще одной причиной подобных проблем может быть апноэ сна. Дело в том, что в ответ на развивающуюся при длительном апноэ гипоксимию кислородное голодание, сердце отвечает тем, что переходит в режим энергосбережения. Понимая, что кислорода взять негде, что в легкий воздух не поступает, к сердцу идет импульс, который замедляет его работу, чтобы расходовать оставшийся кислород в максимально экономном режиме. И в отдельных случаях, когда кислородное голодание очень велико, это может привести не просто к заметному урежению частоты сердечных сокращений, а к тому, что сердце на короткий отрезок времени вообще перестает биться. И в этом случае лечение должно быть не в виде кардиостимулятора, а в виде лечения апноэ сна. Это не проблема сердца, это проблема с дыханием, это как бы вне кардиальное влияние, рефлекторный ответ на связанные с апноэ сна последствия, и эта проблема при лечении апноэ полностью проходит. Снижение насыщения крови кислородом в момент апноэ это кислородное голодание органов, а наиболее чувствительны к этому мозг и сердце. Подбуживание во время сна, пусть и короткий, пусть и не очень значительный, но стресс. И если таких стрессов за ночь происходит несколько сотен, то вместо ночного отдыха человек получает хроническое перевозбуждение всех своих вегетативных центров. Это выброс в кровь адреналина, гормона стресса, а адреналин — это спазм сосудов, а спам сосудов — это, опять же, ускоренное изнашивание сердца и головного мозга. Итак, человеку плохо, он сонливый, он разбитый, он не рад жизни, и есть все шансы, что эта жизнь будет не просто хуже, но и короче. Можно ли такому человеку помочь? Можно. Как? Чисто теоретически существуют три способа лечения храпа и апноэ. Хирургическое увеличение просвета глотки, изменение положения нижней челюсти с помощью специальной капы, которую в народе иногда называют капой от храпа, и так называемая СИПАП-терапия. Надо четко понимать, капа и хирургия — это способ лечения храпа и нетяжелых форм апноэ, то, что мешает окружающим, но не очень угрожает здоровью жизни. При тяжелом апноэ пациенту положен СИПАП. СИПАП — это аббревиатура от англоязычного Continuous Positive Average Pressure, CPAP — постоянное положительное давление в дыхательных путях. Перед сном пациент надевает на нос маленькую герметичную маску, представьте маску для плавания, но закрывающую маленьким силиконовым треугольничком только нос. И портативный компрессор нагнетает по гибкому шлангу в эту маску воздух под давлением. Воздух создает пневматическую распорку на уровне глотки, не давая ей вибрировать и спадаться, как будто насос накачивает велосипедную шину. В результате внешне это проявляется тем, что человек начинает спать тихо и без храпа, по сути же он нормально дышит. Два вопроса, которые мне задают пациенты почти всегда «доктор, а это теперь постоянно и пожизненно» — нет. Это регулярно на ближайшие несколько лет. И это не успокоительная психотерапевтическая фраза. Объясню. Для минимального лечебного эффекта CPAP аппарата им надо пользоваться хотя бы четыре часа за ночь, хотя бы пять ночей в неделю. Это не короткий поводок. Если вы поехали за город к друзьям и остались там переночевать, а CPAP с собой нет, благополучно спим без него и ничего за это не будет. А вот если поехали к теплому морю на две недели, сумочку с прибором повесили на плечо и пользуясь им в гостиничном номере. Это чем постоянно отличается от регулярно. Про пожизненно? Не знаю. Но просто давайте сделаем небольшой исторический экскурс. До начала 80-х годов, когда австралийский профессор Салливан придумал лечить апноэ сепапом, тяжелых апноэков лечили трахеостомой. Дырку в шее делали. Чтобы воздух имел возможность во время сна проникать в легкие ниже уровня закупоренной глотки. Операция была колечащая, но других способов тогда не знали. Потом придумали сепап. Первый сепап Салливан собрал из старого пылесоса, а маски были жесткие и клеились на лицо специальным герметиком. Но даже в этом случае наиболее тяжелые больные соглашались спать с этим прибором. Сейчас аппараты маленькие, тихие, маски мягкие, но лучше сепапа и адекватной альтернативы при тяжелом апноэ пока нет. Я не знаю, как мы будем лечить апноэ через несколько лет. Возможно, это будет специальный имплантируемый чип во время сна, контролирующий тонус глоточных мышц. Обсуждается генинженерная лекарственная терапия. Не знаю, но на ближайшие годы это сепап. В этом нет ничего страшного. На мой взгляд, это чисто отношенческая ситуация. Как взглянуть? Просто когда пациент страдает тяжелой гипертонией и вынужден каждый день принимать таблетки, понижающие артериальное давление, он не говорит, что злой доктор подсадил его на лекарства. Он говорит, доктор, я все понимаю, спасибо, я хорошо себя чувствую, я понимаю, что вы для меня сделали. Да, конечно же, сепапом надо пользоваться регулярно, но это та же самая таблетка, просто ее не глотают, а она стоит рядом с кроватью на прикроватной тумбочке. Но зато сон будет освежающим, а жизнь полноценна. А когда мне пациенты начинают говорить, что в этой маске они будут походить на смешного слона, я возражаю, неправда, вы будете похожи на мужественного летчика- истребителя, который только что вернулся с боевого задания. Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok